Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Звезды русского мира». Сегодня у меня в гостях не человек, а целое явление последних десятилетий в русской культуре. На сцене она кажется невероятной птицей, то ли из той России, которую мы потеряли, то ли из той России, о которой мечтали. В ее творчестве есть песни на собственные стихи, на стихи Ахматовой, Блока, Набокова и многих других. В друге троечка мчится, динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, этот звон и этот звук много мне говорит. Итак, встречайте у нас в гостях певица и композитор Евгения Смольянинова. Евгения Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем сначала. С того момента, когда вы поняли, что сцена, что музыка – это ваше. Когда вот пришло осознание. Например, Сергей Есенин, 89 лет, уже где-то под спутно понимал, что он поэт. Он пишет, что я действительность рифмую. В 16 лет он уже точно определился с тем, что он поэт. У вас когда это произошло? Тоже рано. Очень рано. Моими первыми зрителями были подруги моей бабушки. Тоже бабушки, как вы догадываетесь. И мне было тогда, наверное, около трех лет. И я им пела, танцевала и рассказывала сказки. Они мне аплодировали. И это, знаете, я помню, у бабушки висело большое такое старое зеркало. И оно как-то еще было с наклоном на стене. Это так принято было, с наклоном вешать зеркала. И поэтому мне было очень хорошо себя видно. Я до сих пор помню, во что я была одета и как я танцевала. Мне очень нравилось кружиться, какие-то павы делать. И, наверное, если бы я не была таким, знаете, так называемым пухлым ребенком, деликатно скажу, наверное, я бы танцевала. Меня бы, конечно, отдали в какую-нибудь танцевальную студию или кружок, или чего-то там такое. К пению я не относилась серьезно. Но я точно понимала, что радость вот этим бабушкам доставляла. Я с большой радостью для себя. И я, конечно, понимала, что что-то со мной будет. Вы знаете, такое, что что-то такое необычное со мной будет. Но, кстати, я меньше всего думала о том, что я буду певицей. Потому что я настолько пела рано и научилась петь. И пела, что это было, знаете, как воздух. Я не осознавала, что я пела, к счастью. Поэтому никак это не испортило. И я училась музыке. А музыка для меня была как-то тоже, знаете, воздухом. Я ее все время слышала. Для меня звучало все. И все звучало таким, знаете, оркестром. Каким-то невероятным совершенно оркестром. Я его все время слышала. Поэтому мой дедушка уловил мою музыкальность. И когда мне было 5 лет, купил мне инструмент музыкальный. А именно пианино. И я на нем играла. Меня научили играть на пианино. И я очень много. И я хотела быть, знаете, пианисткой. Потом я хотела быть композитором. Я писала всякую музыку. Слушала еще больше. В общем, все это, знаете, нарастало. Я играла очень много современной музыки. Очень любила. Да и люблю, собственно говоря, знаете, современных композиторов. Ну, то есть современных мне тогда. Сейчас это уже как бы композиторы 20 века. Я говорю о Шостаковиче, Прокофьеве, Оливье Мессиане. Это был мой вообще любимый какой-то таинственный композитор. Оливье Мессиан. Я заслушивалась его музыкой. Да. И когда я услышала Ольгу Сергееву, знаете, вся моя музыкальность удивительным образом, вот как, знаете, как слилась в один тончайший какой-то луч. Вот все, все, что было, вся эта сфера звучащая, весь этот мир, который меня наполнял. Мне казалось, что у меня звуки, знаете, вместо крови текут звуки. Я вся полна музыкой была. Вот. Но когда я ее услышала, я поняла смысл, наверное. Может быть, я не могла так хорошо об этом говорить, как впоследствии уже, когда все можно было оглядываться. Вот. Но ясно совершенно, что это было такое потрясение, которое привело все к единому знаменателю. Для вас талант – это что? Это испытание, это дар Божий. Это дар Божий. Это испытание. Некоторые еще считают наказание. Ну, здесь ведь как посмотреть, наказать, значит, наказ дать. В этом смысле, да, это устойчивое выражение. Талант, дар или проклятие, да, так как говорят. И ты всегда с этим живешь, и, собственно, ты с этим рождаешься, и с этим живешь. То есть ты несешь это, не осознавая, все равно несешь. Все равно не такой, как все. И все равно вот… А вы поняли, что вы не такая, как все, и среди своих коллег по цеху? Когда я добралась до коллег по цеху, я уже даже и знала, что я не коллега по цеху. Почему? Потому что у меня другая, как бы, цель, наверное. Я на другое, нацелена на другое. Для меня сцена – это способ, но не цель. Может быть, это у нас семейная, никто никогда не придавал значения в нашей семье, ни моему голосу, ни каким-то моим сценическим вот этим вот амбициям. Поэтому они естественным образом присутствовали. Но вы понимаете, что когда ты стоишь на сцене, поешь, и тебе аплодируют большой зал, маленький, неважно. И когда люди смотрят на тебя с восторгом, конечно, ты невольно начинаешь думать, об этом, это тебя как-то занимает? Ведь ваш голос и песню, самую, наверное, известную, да, «Колокольчик». Да. Вся страна вообще слушала ваш голос, тонкий. Я не знаю, с чем сравнить с каплей росы, с тонкой речкой, но это что-то невероятное, мурашки по коже. И ведь у вас наверняка в жизни была возможность, я скажу сейчас так мягко, быть растиражированными средствами массовой информации и оставаться на определенном уровне и занять место иконы, идола, но быть на каком-то определенном, да, вот этом уровне. Почему не пошли? Почему не захотели? Знаете, вот как-то душа не пустила. Чему меня эти песни научили и общение с... общение, встречи. Встречи такие мои большие с народными исполнителями. Это, знаете, в этом есть какое-то... какое-то учительство высокого класса. Я всегда знала, что есть... есть... ну вот есть люди, которые... они настоящие. Я так относилась. Ну вот я знала, что Ольга Сергеева, она недосягаема. Я сейчас это могу сказать. Ее пение для меня недосягаемо. И нет в ней славы. И если она не... ну как вы сказали, не идол. Если она не олицетворяет собой русский голос, ну по какому праву я могу? Я вторичная, я за ней. Ну я так это мыслила. И поэтому как я могу пойти вперед в нее? Ведь, смотрите, Ольга Федосеевна Сергеева, ее голос звучал в картине «Ностальгия» у Андрея Тарковского. Андрей Тарковский был эстет высочайшего класса. Это был человек, ну как бы сказать, высокообразованный. Человек такого тонкого вкуса. Он почему-то вот из всех голосов бабушек, которые пели, он выбрал голос Ольги Сергеевой. Это не случайность. Это именно восхищение этим голосом. И это именно как голос Родины. Вот он, какой голос Родины. Он в частушке. Я не говорю ничего плохого про частушку. Но он в чем? В чьем голосе? Есть прекрасная певица, но могла звучать Лидия Русланова. Могла звучать, там, не знаю, Мария Мордасова. Великие русские певицы. Но звучала Ольга Сергеева. Почему? Потому что, наверное, он тоже думал, что вот Россия, она такая, мы же о ней говорим, о русском мире. Вот он какой? Он какой? Мы что при него знаем? И, видимо, видимо, вот в голосе Сергеева какая-то такая доведенная до абсолюта, доведенная до абсолюта совершенство певческое и какое-то такое человеческое, что ли, наверное, совершенство. Совершенство красоты, тонкости особой. Особый такой какой-то, знаете, вот умение в малом, может быть, даже совсем в малом увидеть величие. Это, ну, это духовный опыт. Может быть, вы нам что-нибудь споете? Ну, вот, кстати, вот эту вот песню, которая и звучит в картине ностальгии, я и спою, конечно. Вот, она называется «Кумушки». Считается песня духовская, то есть на духов день ее исполняли, потому что именно вот в этот день, когда другое небо и другая земля и вообще и другие законы. Все новое. И вот эта песня, она из какого-то иного мира, как мне так кажется. Вы, кумушки, кумитесь, 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 Любите меня, Вы падете в зеленый сад, Возьмите меня, Вы будете цветы там рвать, Сорвете вы мне, Вы будете венучки, Возьмите меня, Возьмите меня, Вы будете венки в аду пускать, Пустите, Вы мои, Ваши венки Поверху плыли, Мой не одну пошел, Ваши дружки домой Мой с войны пришли, Мой не пришел, Он и сам не идет, Письма не шлет, Сорвать, Забыли Промени Потрясающе! Спасибо Вам большое! Здравствуйте! Это действительно удивительно! Я пока слушала эту песню, просто увидела все. Поля, эту речку, эти венки. Это действительно потрясающе. Евгения Валерьевна, скажите, а как вы относитесь к фразе, что Россия возродится глубинкой? Знаете, что такое возродиться? Как мы можем анализировать вообще, в каком она находится состоянии? Она умирает или она умерла? Почему она должна возродиться? А ваши ощущения какие? В каком мы сейчас состоянии находимся? Я думаю, с Россией-то ничего не происходит. Это с нами что-то происходит. Мне кажется, тут важно самоопределение. Мы вообще в России или нет? Вот это важно. То есть если ты в России, то она для тебя живая. А если ты вне, то тебе, наверное, кажется, что она умирает. Потому что это странно. Понимаете, Россия – это же не существо. Это мы с вами. Мы можем сколько год там представлять ее какую-то. У нас есть мечта, не какая она должна быть. Но эта мечта, она отчасти мечта о Царстве Небесном. Вот у нас Россия, она как Царствие Небесное для нас. Мы ее же такую рисуем. Вот если мы будем серьезно говорить, то такой-то не было никогда. Никогда, ни 100, ни 200 лет назад, ни 1000 лет назад не было такой России. Никогда. Вот такой, которую мы сейчас представляем. Потому что нам в этом помогают художники, поэты. В 20 веке кинематограф помогал очень серьезно. Понимаете, вот посмотрел человек там сказку какую-то красивую, там Садко. И вот она Россия. Вот она такая. Она и такая, она и такая. Но не в этом все дело. В конце концов, она такая, какую каждый человек для себя ее видит. Как вы думаете, русскую песню, настоящую русскую песню, ее может исполнять только русский человек или иностранец? Тоже может передать? Это дело какая личность? Это, понимаете, то, что я пою эту песню, вовсе не означает, что вот если, так сказать, начать мою родословную разбирать, что у меня в роду только русские люди. Ну, точно нет. Ну, точно нет. И как бы в то же время это само по себе не имеет никакого значения, на мой взгляд. Просто мне кажется, это дается человеку как дар. Я абсолютно убеждена, что это дается как дар. И я не удивлюсь, если... Меня это не удивит. Просто это, конечно, ну, как бы сказать... Другой вопрос. Встречный. А зачем? Вот зачем человеку другой национальности петь русскую песню? Это не риторический вопрос. Я действительно задаю этот вопрос. Зачем? За тем, что, например, этот человек изучает русский язык, он хочет быть ближе к русской культуре. Ну, это одна мотивация, и он может спеть, конечно, народную песню. Может быть, даже у него такой красивый голос и такая внутренняя культура пения, и он владеет голосом, если он певец. Вот если он певец. Ведь певцов, на самом деле, гораздо меньше, чем тех людей, которые поют. Не в смысле, что у кого-то голоса нет. Певец, это совершенно, ну, как бы сказать, это вещь в себе. То есть там все закончено и все завершено. Это вот человек, которому можно, не знаю, там, в троллейбусе попросить спеть, и он споет. Вот одна певица, знаменитая, заслуженная артистка, она преподает. И она говорит, понимаешь, такая история, что очень мало приходят девочки петь, и мало кто поет, все хотят на сцену. Я сама столкнулась, я консультировала одну девочку. Я говорю, что вы хотите? Она говорит, я хочу на сцену. Я говорю, нет, я хочу петь на сцене. Я говорю, хорошо. Нет, я говорю, это разное. Вы хотите петь или вы хотите петь на сцене? Она подумала, честно, я говорю, на сцене. И вот это уже совсем другая история. А я ей говорю, что, а вы пели когда-нибудь? Он говорит, попробуйте спеть колыбельную песню. Она говорит, а это как? Я говорю, ну, обычно там, баю, баюшки, баю, там, не ложись и на краю. Она так подумала, подумала, так. Баю, баюшки. Я не знаю, говорит, мелодия. Я говорю, да простая. И мы с ней стали просто петь. Вот просто тихонечко стали петь. А она не они, не знаете, что это такое? Говорит, нет, ну на сцене, я же так петь не буду. Ракурс другой. Человек хочет славы, человек хочет успеха. Человек хочет состояться в этом мире. Он хочет доминировать в этом мире. Он хочет, так сказать, чтобы с ним считались. Он хочет вот среди большого количества людей выделяться. Ну, как бы это известно нам, да, вот эти вот замечательные качества. Время диктует свои условия? Нет. Нет. Время всегда было одинаковое. Вы знаете, этого хотели ведь и тысячу лет назад этого хотели. И этого всегда будут хотеть. Так устроен человек. Он так устроен. Он должен вот обязательно вот сесть на свою, так сказать, наносить, желательно выше окружающих. И там, так сказать, все со всеми вытекающими. Так устроен. Вот человек так устроен. Ну, вот если он просто живет. Вот. Но можно быть по-другому. Евгения Валерьевна, спасибо вам за то, что вы другая. Это не мне. Нет, правда. Это была невероятно интересная беседа. И я бы хотела продолжать ее не один час. Но, к сожалению, время нашей программы ограничено. Увы. Ваш голос. А я, вы знаете, да, я думаю, что вот, наверное, я ничего не должна была говорить даже вот. Потому что, знаете, я могу, естественно, как, в общем, артист, вернее, певец, а не человек-немыслитель, вот, хотя мне свойственно думать. Я могу ошибаться в, знаете, в словах. Вот я могу ошибаться в словах. Я могу какие-то, говорить какие-то вещи неточные, парадоксальные, тем более, ну, так сказать, ну, просто вот импровизированный такой разговор. Вот. Но пение, оно все стоит на свои места. Вот, вы знаете, я сразу вспоминаю стихотворение Арсения Тарковского «Пушкинские эпиграфы». И там есть такая строчка «Пой, душа, тебя простят». Да. Да. Спасибо вам большое, Евгения Валерьевна. Вам удачи. Как можно больше интересных концертов, интересной публики. Ой, спасибо. Спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok